Начнем с женщин, повторюсь, великая у нас только вернулась, поэтому то, что как Соня фехтует, нас вполне устраивает и она делает по максимуму, что может сейчас. Диченко фехтует нормально, никаких претензий нет. Сегодня Игорян, что-то с ней случилось, может быть не отошла от бронзовой медали личных соревнований, но во всяком случае человек, который фехтует только на эмоциях и за счет этих эмоций и куража она наносит в основном 80% ударов, а только 20% какие-то приемы, то без этого куража, естественно, сегодня она принесла минус 12. Причем с той же Франции на чемпионате Европы, она принесла плюс 16 за первое место, когда визжала, кричала, орала, сегодня вообще в рот воды набрала и все. Так фехтовать нельзя. В командных соревнованиях самое важное не техника и тактика, самое важное это настрой. Без настроя выходить вообще нечего на дорогу. Вот, пожалуйста, итог. Проиграли, потом фехтовали и заняли пятое место. Ну, пятое место для нас же. Что пятое, что пятнадцатое, это все то же самое. Поэтому я думаю, что этот чемпионат мира для них будет уроком. Для тех, кто не совсем выложился в командных соревнований. Что касается мужчин, конечно, мы привыкли, что наши мужчины чемпионы мира, трехкратные. Вы знаете, если философски относиться к этому вопросу, лучше проиграть здесь, где-то в 2014 году, чем на Олимпийских играх. Поэтому иногда надо, извините за выражение, получать по морде. Поэтому это немножко отрезвляет. И та эйфория, причем немцы в прошлом году нам в четвертьфинале чуть не устроили проблему. 40-37 и проиграли. И только благодаря усилиям Ковалева, который смог выйти и в заключительные поединки одержать победу, мы попали в полуфинал. И потом выиграли. Немцы и тогда выходили с таким настроем, в котором наши не выходили. И то же самое повторяется здесь. Ребята в Германии больше заряжены, они больше заряжены на победу. Причем любые даже такие вроде бы чисто интуитивные какие-то удары горят все против нас. Потому что, вы знаете, когда вроде бы проиграешь фразу, но ты там с таким желанием все-таки бьешь навстречу, иногда горит одна лампа. Тем более эти 0,12 секунд дает свою правоту, что в принципе и получалось. А я думаю, что вообще немцы избрали против нас специальную тактику. Они в контратаке не рубили, что в принципе это в сабле. Сабля это рубящие или нет оружия. А кололи. То есть кололи как шпаги или родили. То есть это немножко не свойственная манера для контратаки в сабле. Вот сколько ударов наши в атаке не реализовали ну процентов на 70 точно своих атак. Но получались столько контратак, сколько я вообще не видел. И честно говоря, я предполагал, что за бронзу будет очень тяжело. Хотя вроде бы повели это в конце 40-36. Могли бы завоевать бронзу, но все-таки не завоевали. Поэтому те золотые медали, которые нам наши саблицы дарили на протяжении многих лет, сегодня даже бронзы несут. Но опять же повторюсь, что без поражения нет побед. То, что произошло сегодня, значит так должно было произойти. Сделаем из этого вывода и будем дальше работать. А главное, чего не хватило матча за третье место в нашей команде? Понимаете, за третье место берут. Венгры тоже не слабили. Они хорошая команда. Олимпийский, чемпион в команде молодые, активированные спортсмены. Тем более, Россия для всех хороший возбудитель. Потому что наши все-таки чемпионы мира. Хотя, ну проиграли понятно, но все равно наша же первую строчку занимается в рейтинге Международной Федерации фиктования. Поэтому на нас настраиваются всегда. А наши выходит так, вот Кибрагилов, молодой перспективный, талантливый спортсмен. Вот ты выходишь, это уже не мюнерское фиктование, взрослое. Ну как же, как говоришь, шалтай-болтай, да, как это называют. То наносит, то получает, то, ну вообще не поймешь. Нет такого настроя, опять заряженности на победу. Вроде хорошо фиктует, да, а лучше классные удары наносит. И тут же получает какие-то немыслимые, дурные, в свою очередь, уколы, удары от противника. Поэтому более серьезно. Я еще раз повторяю, команде в команде настрой переходит на первое место. Все остальные технико-тактические дела уже во втором и на третьем. Поэтому делать надо выводы из того, что сегодня случилось. А вы могли бы прокомментировать тактику, которую избрали сборная России? В частности, то, что Ковалев начинал и заканчивал эту встречу. В данном случае Ковалев должен был не только эту встречу начинать и заканчивать. Он должен был заканчивать встречу с немцами. Почему-то Кристиан Бауру посчитался Ибрагимом, который до этого нашего футболу должен заканчивать. Но надо учесть, что Ибрагим все-таки молодой спортсмен и, можно сказать, это первый его чемпионат мира, где он дерется, реально дерется в команде. На прошлом чемпионат мира, он в команде стал чемпионом мира, но он отфектовал один бой с теми же немцами и принес минус. Потом больше он на дорожку не выходил. Поэтому это большая ответственность. И будем, конечно, общаться с генеральным нарежем поставленным, почему он взял на себя такую ответственность и решил, чтобы Ибрагим заканчивал именно с немцами. Естественно, эта концовка была провалена. Что касается третьего места, на данном этапе у Решетникова, вы знаете, со сбиной проблема. Он в личном соревновании получил травму. Якименко плюс-минус дает свои удары, но в данном случае Ковалев свежее, поэтому на данном этапе Коля и чемпион мира, на всякий случай, этого года. Поэтому на данном этапе Коля должен был заканчивать. Но, вы знаете, опять же, Зилуги это не мальчик для питья, а Олимпий чемпион. Тем более, который неудачно выступил в личных соревнованиях, естественно, у него большая мотивация увезти домой медаль. Поэтому он за эту бронзу дрался как лес. И просто, ну, спорт есть спорт, он переиграл Коля во всем статьям. 9-3 это счет, конечно, не для Николая Ковалева. Ну, спорт есть спорт, поэтому, может быть, он и прекрасен. Нашли фокус в соревновании, что все бывает у нас. Можно еще вопрос? Как вы оцените итоги личных соревнований по всем темам битам оружия? Все ли удалось? Есть ли сюрпризы для вас лично? Лично соревнования, конечно. Нам приятно, что 4 медали были в сабле. Золото и 3 бронзы. И прекрасный потенциал у Ковалева в поле. Он просто показал все членоминальное соревнования в финале. И молодая спортсменка Игорян поднялась на нем и стал почетным. Катя Диченко подтвердила свой класс. Опять в тройку попала и взяла бронзу. И Алексей Екеменко после долгого перерыва вернулся на подиум Чемпионата мира. В рапире Алексей Черемисинов после 19-летнего ожидания, когда его тренер выиграл Чемпионата мира в Гааге в 95-м году, подарил нам победу. Ну и молодой Тима Уссадник, конечно, порадовал, что завоевал бронзу. Бронзу таким, как минимум, серебряным отливом. Потому что один укол немножко не хватило. Очень хорошо тренировал. Он 6-1 вел, 10-6. В конце немножко не хватило, 15-14 прыгал. Поэтому личное соревнование, конечно, если учесть, что 3 вида принесли 6 медалей. То есть 3 вида не принесли. Поэтому, в принципе, это говорит о том, что если еще другие тренинеры заработают, то, конечно, эти 6 могут превратиться в совсем другое количество медалей. А у вас ждали, у вас был какой-то план по этим медалям? Или у вас нет такого? План, в принципе, уже выполнили, перевыполнили. Поэтому тут дело не в плане. Дело в том, чтобы спортсмены заканчивали этот сезон с хорошим настроением. Конечно, любая медаль, лучше, конечно, если это золотая медаль, любая медаль дает возможность закончить сезон. И отдохнуть в месяц небольшим. И приступить к началу нового сезона. В новом сезоне, где будет жалить народ в апреле, который начнется олимпийская конкурс. Поэтому, конечно, хотелось бы уехать отсюда с большим количеством наград. Но, опять же, мы прекрасно понимаем, что в каких-то видах мы ослаблены, потому что не все спортсмены у нас участвуют. Какие-то травмы получили по ходу этого Чемпионата мира. Поэтому, на мой взгляд, ничего страшного не происходит. Все идет своим чрезом. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok